Привет, это Ребуарн. У вантушечек вышло новое видео, всё называется, короче говоря, создал свой телефон. Интересно, что в этом телефоне будет? 200 мегапикселей, 500 миллионов памяти и всё как такое. Давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Короче говоря, создал свой телефон. Окей. Это был вторниковый день недели. Вторниковый день недели? Сегодня я пришёл на выставку новейших технологических новшеств, ведь я давно уже интересуюсь всеми этими штучками. Уже минут 10 я стоял... Ноутбук. Только с функцией охлаждения клавиш. Интересно, насколько полезна эта фича? Насколько она нужна? У меня клавиши, вот, например, на компе, и так более-менее нормально, типа, чё? Я попробовал понажимать на клавиши. Вау, какая фигня! Согласен! Далее я подошёл к стенду новейшего планшета, работающего от дизельного генератора. Зачем? Интересный девайс для полных идиотов. Спустя 20... Ты как, ты, прилядь, планшет должен быть, наоборот, типа, лёгким, для, ну, типа, чтобы можно таскать его где угодно. Если это херня ещё его... Так, так, для кого не унесёшь. В этом мере отображении я уже собирался уходить с этой недовыставки. Но вдруг, мой взгляд, зацепился за стенд какого-то новейшего телефона. Так, ладно, гляну быстренько. Здесь лежал на вид обычный смартфон. Я спросил парня с бэйджика, в чём особенность этого... Нео Тел Про. Ну-ка, я чисто ради прикола. Такое вообще есть? Телефона. Он стал рассказывать и показывать. Телефон называется Нео Тел Про. У него был ёмкий аккумулятор, рассчитанный на 45 дней и 10 терабайт памяти. Неплохо. Чё-то как-то дохера, блин. Ещё в телефоне есть встроенный бесплатный интернет и 5000 установленных игр. Фига. Зачем тебе игры? К тому же здесь есть... Фига. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тебе пошло, да? С функцией автоматической подборки самых смешных мемов в мире. А вот это уже за гранью. Парень сказал, что... Кому нужны эти мемы? Переходите ко мне в группу ВКонтактике, там каждый день выходят мемы. Вот это подбор. Неоформить предзаказ, а сам телефон поступит в продажу уже через месяц. Да, конечно беру. А, сколько платить деньгов? Парень с байджиком сказал, что 300 тысяч. Чё? Чё это как-то дохера. Согласен. Парень сказал, что с таким функционалом дешевле не найти. Ну, я не найду, я обойдусь. Я заявил, что сам смог бы лучше и дешевле собрать телефон. Парень сказал, что в их компании работают тысячи сотрудников, и им не удалось сделать лучше. Да потому что у вас всякие бездари работают. А ты типа лучше, чем эти бездари тысячи? С этого ко мне подошел какой-то мужчина в костюме и заявил, что он адвокат компании на EUTEL PRO. И что на меня подают суд за оскорбление сотрудников компании. Это разве за оскорбление кого-то от кого-то это что ли подают? Да я же просто прикольнулся. Но спустя две недели мне пришло уведомление о том, что я проиграл в суд и должен воплотить компанию 4 миллиона рублей моральной компенсации. Да пошел ты! Жесть. В треть буду следить за своим языком. Какая единица. Чистить его, например. Ну и говорить гадости перестану. Так как денег нам... Да не, как-то без гадости как-то будет немного скучновато, как мне кажется. Плато у меня не было, я придумал гениальный план. Я создам свой крутой телефон, зарабатываю много денег и заодно насолю эту двадцатью компанию. Интересненько будет. Пани, все предельно просто. Я пять дней обзвонил своих друзей и собирал стартовую сумму. Когда у меня уже было пятнадцать тысяч, я заказал... Пятнадцать тысяч стартовую сумму, вы прикалываете. Затем снова пришлось собирать все с нуля. Ты пятнадцать тысяч покушал? Капец! Сон! На Википеде как делать телефон и спустя месяц представил миру свой гаджет. Называл сон нормофон, а функционал пока был очень скромным. Это я так понимаю какой-то старый Xiaomi или Honor. Телефон работал дизельного генератора и имел функцию охлаждения. Опять дизельный... Ладно. Просто говоря, спер все, что там увидел. Интересно, а как начинали продавать свои телефоны Apple, например? Не стояли же они на рынке и впаривали свои первые айфоны? Я загуглил, как оно было на самом деле. Все поняло, я... Стояли на рынке. Я буду делать по-современному. Разместила медлення продажи телефонов в газете. Ну, то я думал, один телефон продаж, а... и все. А, типа, а может быть, ты их побольше делаешь? Красках описал весь функционал своего аромофона и поставил ценник в пятнадцать тысяч. Мне позвонил первый покупатель. Прямо сразу! Сразу! Через пять дней! Он сказал, что за пять тысяч заберет прямо сейчас. Да капец, блин, я так не заработаю, нифига. Стал торговаться. В итоге договорились за две тысячи. Бобро ту сторону торговался. Но я ведь продаю и не покупаю. Но было уже поздно, так как я... Сказал ему деньги. Договорил... А, типа, что? Говорил, что я отправлю гаджет доставкой... Бля... Ой, бля... Час ернет. Но тут все чисто. Я стал упаковывать свой аромофон. Да-да-да. Вместил его в коробочку и положил сверху зарядку. Вдруг у нее другая розетка. Положил несколько разных блоков. Вкомплектовал наушниками. Чехлом под подушки. Ха-ха-ха. Блин с теплером. Кисточкой. И набором зубочисток. Ха-ха-ха. Слушай, какой хороший комплект. Я беру. Две тысячи мне пересылай, пожалуйста. Немного б.у. Сверху положил буклетик. Аккуратненько прикрыл крышечкой. И отправил коробочку адресату. Через четыре дня написал довольно клиент. Ему очень понравился мой гаджет. А комплектация коробки вообще поражала. Но деньги тебе не пришли, да? Собрал еще десять смартфонов своим друзьям и родственникам. За две тысячи? Которые я им буду отправлять, да? Также заявил, что после этого обязательно пришлет мне деньги. Я набр... А? Ты че, блин? А, ну хоррэ. Блин. Дай этот хотя бы я будешь отправить. Собрал еще десять коробок и отправил этому парню. Спустя три дня он пропал, и его аккаунт нас... Ну еще... Объявление было удален. Похоже, он кинул. Кинул сто тысяч мне на счет. Офигеть! Еще несколько... Ну что, ты сто тысяч как-то маловато. Ты же за пятнадцать должен был их продавать. Месяцев я отправлял свои телефоны покупателям и уже заработал приличные деньги. Я с легкостью оплатил тот несчастный штраф компании Neotel Pro. Эти... Четыре миллиона, да? Я должен уделать их со своим телефоном. Через пару месяцев мне удалось... Нифигасе, блин, через пару месяцев построил огромный завод. Я так понимаю, строили его в Китае, да? ...призвоз свой моих ромофонов. А сам я скромно сидел в своем кабинете. Это... Это кофемашина, что ли? Что? Кофемашина на палочке. Сегодня мой инженер и дизайнер будут предлагать идеи для ромофон версии 2. Я сказал, что непременно должно быть... Нет, наверное, не кофемашина. Что это такое? А, это деньги считай. Господи, кофемашина, блин. Ха-ха-ха-ха-ха. ...разрядовое выходящее. Дизайнер вышел вон. Я попросил его вернуться и поделиться идеями. Сперва дизайнер представил треугольный телефон. А зачем треугольный? Он сказал, что проводил ряд исследований и понял, что люди часто фоткают еду. Так и что? А одно из самых распространенных блюд в мире это пицца. И вот люди будут фоткать свои кусочки пиццы. Какая херня странная? Я спросил, а если он захочет фоткать целую пиццу? Тогда надо будет докупить еще 7 наших ромофонов. Ха-ха-ха, херня. Выгодно, но непрактично. А вы вообще не корнили? Далее уже инженер стал представлять свой концепт телефона. Он хотел сделать телефон суперкрепким, чтобы корпус был из титана и экран из закаленного сантиметрового стекла. Так это будет сантиметрового? Это... Это стекло будет толще, чем сам телефон. Я спросил его, где он работал раньше. Он сказал, что на заводе Nokia. Понятно. Это все не просто. Со слостью я ударил по столу рукой, но не заметил лежащий таштеплер и немного поцарапал ладонь. Я попросил Серегу остановить запись видео. На съемках могут произойти различные неприятности, например, небольшая травма. И в такие моменты всегда очень выручает деливер-маркет. Так. А я тут причем вообще? Я понимаю, что ты реклама, маркет. Я зашел в раздел аптеки и заказал там себе пласты. Деливер-маркет от обновленной деливер-маркет. Поцарапался и сразу пластырь заказывает. Я типа такое же, но заказывать-то его зачем? В Англии к заказу еды добавили возможность заказа в магазин. Мне доставили план дизайнеру. Вот это крутяк. Я тут же заклеил рамку и сказал Сереге, что мы можем продолжать съемки ролика. Я сообщал дизайнеру и инженеру, что у меня есть пара интересных идей для нового ромофона. В несколько часов я рассказывал все тонкости своего плана. Инженер и дизайнер были в шоке. Они сказали, что это будет хит и добавили еще пару своих идей. Я поблагодарил их, и мы запустили производство новых ромофонов. Что-то как-то быстро, да? Он выглядел... Как что? Какой-то, да, опять Xiaomi или Honor. Но все еще чего-то не хватало. Надо сделать... Телефон. ...свою ни на что не похожую операционную систему. Что-то среднее между Android и iOS. И назовем мы ее Android. Ну и конечно же надо сделать... Что-то по-моему тебя... ...потадут идти и идти сразу. На следующий день инженеры дизайнер снова пришли со своими концертами. Я сказал... ...что надо приходить с концептами. Но не уносить же теперь эти замечательные трубы. Они сыграли, и мы перешли их... Охрененно у тебя инженер с дизайнером. Увольняй. Я придумал несколько приложений. Первое для запуска любой игры с компьютера. Второе для бесплатных звонков в любой уголок нашей планеты. И третье для стирания сообщений в WhatsApp. И при этом не будет уведомления о его удалении. Добавляем все. Дизайнер же придумал приложение для просмотра всех новинок фильмов бесплатно. Приложение... ...пират. ...познакомств, где никто никогда не отказывает. А такие бывают? Я хочу. ...приложение с настраиванием погоды вокруг себя. Берем. И вот наступил день презентации нашего Ромофона 2. Ну-ка. Такого телефона вы еще не видели. Новый Ромофон. Вторая версия. Теперь аккумулятор еще дольше держит заряд. Как будто реально реклама смотрит. Обстроенная память. Что-то написано интересно. Внимание. Мы хотели обратить внимание, что все характеристики и функции, представленные в нашем рекламе нового телефона Ромофон 2, базируются на наших лучших знаниях и исследованиях. Блин, неудобно. Гаджета в разы больше, чем в ваша память. Мощность нового Ромофона 2 просто космическая. Вы можете подключить клавиатуру и мышь и спокойно играть в любые новинки в мире видеоигр. В таком маленьком экранчике-то нахер. На нем же можно смотреть любимое кино и звонить бабуле в Сыктывган. Почему это Сыктывган? Готов под сим-карты. Куда они там поместятся? 6 разъемов под разли... Куда? Типы заряда. 30 скрытых и 2 открытых камеры с разрешением... 30 скрытых, не забывайте. 26к. Это телефон будущего. Презентация удалась, я был очень рад. Также рассказал зрителям о крутых приложениях в нашем телефоне. Добавил, что наша компания на ветер слов не бросает. И мы точно уделали это дурацкий Neotel Pro. А купить наш телефон можно уже через неделю в специализированных магазинах Ромофон. Зал раздал с овациями... За сколько, за 5000 рублей? Не было нереально... Беру 100. Приятно. На следующий день я сидел в офисе и смотрел, как отзываются о нашей презентации. Neotel Pro снова подали на меня в суд за оскорбление. Apple в шоке от того, что их продажи сильно упали. А в интернете люди не верят в наши разработки. Чё? Ну подождите, через... Как подожди, если у всех... У них упали у Apple продажи, и значит покупать у них начали больше. Почему интернете тогда не верят? Если люди покупают, мы сами сами могут проверить. Посмотрим, кто был прав. Я написал пару гадких комментариев в интернете и продолжил кайфовать на своем рабочем месте. Спустя 30 минут, когда пришли инженер и дизайнер, они сказали, что предзаказы уже перевалили отметку в 5 миллионов копий, но есть небольшая проблемка. У нас нету 5 миллионов копий. Я спросил, какая? Они сказали, что на правой стороне телефона у всех копий есть небольшой брак в виде миллиметровой царапины. Но это же ничего страшного. Также они добавили, что наш Ромофон нихрена не работает. Ха, вот это уже так. И ни одна его фишка, что мы заявляли, не фурычит. Какого хера тогда вообще вы его выпускали и делали презентацию? Все, что я сказал на презентации, было враньем на 99,9%. Я был в полнейшем шоке. Все думают, что мы революционные компании нашей акции взлетают. Не все в интернете перевели. Я телевышу Apple, а на самом деле наши телефоны полные. Продавай акции и беги нахуй за границу. Мне срочно надо придумать, на кого я могу скинуть всю ответственность. Мы с инженером и дизайнером стали обсуждать. Дизайнер предложил обвинить рыбаков. Каким это образом? Они ловили лососе рядом с нашим офисом, зацепили за главный электрический кабель своими слостями и порвали его. Вчера себе, почему электрический кабель вот так вот просто открытый? Это наше производство остановилось и телефон вышли полной фигней. Не, простенько как-то. Инженер предложил... Чё, по-моему, наоборот слишком сложно. Капибар, чё? Они-то каким-то боком. Капибары неумышленно забежали на наше производство и поскольку... Как они там оказались? Они очень милые, наши рабочие начали гладить, но так увлекли... Какая тичь! А я думаю, вы знаете, кого надо обвинить? Вот, они там двое стоят, это типа инженеры и этот... Что стерли руки по плечи и не смогли продолжать работу. Да это бред какой-то. Я поделился своей идеей. Мы всё свалим на инопланетян. Дизайнер и инженер ничего не понимали. О, дизайнер. Я стал пояснять. Завтра мы выступим в заявлении, что когда мы сделали такой классный ромофон 2, инопланетные пришельцы, свой телесуперскоп увидели его и стали завидовать. А потом прилетели к нам из завода и спёрли эти супертехнологии. Все четыре телефона. Так и поступим. Инженер и дизайнер начали мне аплодировать. Мне было приятно. Я за свою речь и вышел на сцену. Дорогие друзья, должен вам сообщить, что, к сожалению, выпуск наших смартфонов откладывается на неопределённый срок. Предзаказ доверёшь им всем? Поймите, друзья, поймите. Виноваты в этом не мы, а гадкие инопланетные пришельцы. Ага, тебе я не как будто прям поверю. Они с завистью прилетели к нам на завод и украли все ромофоны 2. Сейчас реально такие прилетят. Мы поддаём на тебя в суд за клеветус, пока. Дорогие земляне, мы тут ни при чём. Просто эти телефоны – говно. А ещё мы подаём в суд на эту компанию за оскорбление всех инопланетных пришельцев. Не за оскорбление, а за клевету, во-первых. Во-вторых, инопланетных пришельцев? Пришельцы – это значит, да, значит, инопланетные. Хотя нет, пришельцы тоже бывают. И из других, да просто этих странных пришельцев. Хотя нет, ну, в принципе, никакой. Ха-ха-ха-ха-ха, окей. Я затушнил здесь. Короче говоря, создал свой телефон. Не создал. Друзья, давайте поднажмём и доберёмся. Видос неплохой получился. Спасибо большое вам тушечкам. Поржал у души. Было интересненько. Блин, ещё 5 тысяч не хватает до 6 миллионов. Надеюсь, скоро они соберутся. Но если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прижимать бубенчики. Все интересуются ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.